всем привет сегодня я хочу сделать обзор такое уже сложившееся мнение о наборе набор это у нас и вам solutions состоит он из четырех компонентов есть еще 5 конечно крем под глаза но я его не пробовала у меня он состоит из 4 компонентов это сама умывалка маска освежающая крем дневной крем ночной и хочу кратко рассказать о этих продуктах понравились мне эти продукты или не начну со средства для умывания это у нас это у нас крем гель для умывания максимум увлажнения она подойдет мне кажется для всех мне она очень понравилась как вы видите что я уже в принципе все закончила вот эти вот все средства остальные это уже пустые баночки умывалки у меня еще вот ну где-то половина может быть чуть больше здесь 150 миллилитров хватает ее надолго как средство для умывания неплохое не вау но неплохо очищала кожу не до скрипа очищала кожу но где-то приближена к этому поэтому именно само средство для умывания из серии solutions и из набора максимум увлажнения я могу посоветовать для любого в принципе типов кожи это вся серия мне подходила только на холодный период именно не на зиму а на холодный период для сухой очень сильно сухой кожи я вот этот весь набор могу посоветовать именно на какие-то теплые времена года уже там поздняя весна ранее осень если очень прям сильно сухая кожа то даже на летний период так что именно вот это средство мне очень понравилось дальше у нас идет из набора маска это освежающая маска для лица максимум увлажнение способ применения наносить на очищенную кожу избегая области вокруг глаз через 10 минут смойте теплой водой здесь 75 миллилитров применять можно два-три раза в неделю в зависимости от того как себя чувствует ваша кожа я этой маской пользовалась в начале и я ее не подняла честно вам скажу я считаю что это вообще бесполезная вещь я ее не советую никому не приобретать эта маска заявлено как освежающий я не замечала никакого освежающего эффекта я даже не знаю как он может проявляться на лице использование этой маски где-то в месяц я заметила что у меня начали сужаться а когда я применяла после очищающей маски вот эту освежающую у меня поры соответственно сужались еще больше за счет того что у меня очень расширенные поры я это очень сильно замечала я не могу сказать что идеально у меня была гладкая кожа без расширенных пор нет у меня были расширенные поры но они настолько минимально были раскрыты что я в принципе их не замечала это если только вот я не знаю там близко человек или вы там близко в зеркале рассмотрите то тогда вы увидите что ваши поры в принципе расширен в этой маске тоже присутствует какой-то процент алкоголя потому что когда я ее наносила на лицо у меня очень щипали носогубные складки какие-то высыпания пощипывали и они за счет этого всего подсушивали чтобы вот здесь у меня не шелушилась я конечно наносила туда больше питательной или увлажняющей маски если я применяю эту маску на ночь перед сном то тогда я больше крема сюда наносить ему будет щипать очень сильно те участки за которые я вам уже сказал но сам эффект суженных пор мне нравился и поэтому я терпела честно вам скажу ради только этого я терпела будто вот эти все можно сказать издевательств вот так вот в принципе себя и вела маска на моем лице за счет этого я только ей и пользовалась и перейдем к дневному крему это у нас крем лосьон для лица максимум увлажнения spf 15 здесь 50 миллилитров этот крем мне понравился во первых тем что он идет с помпой это очень удобно даже бутылек мне пригодится я его оставлю для того чтобы переливать туда прямо этот крем довольно так жирноватый вы когда его наносите на лицо у вас получается так такой немножко как бы подсвеченное лицо такое вот сияние которое летом к примеру кажется жирной кожи зимой это именно как сияние здоровой кожи вот я могу это так назвать я не могу сказать что это очень как-то некрасиво смотрелось нормально все тоже очень хорошо укаживает за в зоной декольте а в принципе вот эту всю серию я могу посоветовать для сухой кожи в теплый период времени пользоваться для чувствительной и нормальной кожи я не знаю просто если вы переносите какие-то такие вот крема которые очень увлажняют кожу то тогда пожалуйста для комбинированной и из полных жирности кожи я советую на зиму потому что зимой все равно нужно увлажнять питать кожу не в зависимости от того какая у нас еще расскажу вам про ночной крем здесь в принципе не написано что это ночной крем как-то на день им пользоваться невозможно я уже говорила кстати о нем не помню в каком видео по моему про заказ именно про заказ я рассказывала про этот крем здесь написано что это освежающий крем для лица максимум увлажнения как я это понимаю освежающий крем для лица значит на утро вы его наносите у вас такой вот свежесть по лицу прошлась такая вот как знаете такие вот мурашки небольшие все вы увлажнили свое личико наносите макияж и выходите в люди но извините меня я не знаю как можно пользоваться этим кремом если у него на первом месте можно сказать не по составу а именно вот чувствуете в первую очередь именно спирт также как и маска в дневном креме умывалки нет никакого спирта я его не ощущаю но вот этот крем я не видела в принципе никакого эффект тоже где-то полторы две недели после я уже заметила что тоже подсушивает всякие высыпания на моем лице но в то же время очень подсушивала кожу в каких-то таких нежных местах я его наносила на ночь я думала будет как ночной крем такой в принципе то я днем им и не могла пользоваться потому что когда наносишь на лицо этот крем первые 15-20 минут вы просто закройте глаза либо сиди либо ложитесь отдыхать потому что вы не сможете открыть глаза вы сможете у вас просто польются слезы градом а потому что этот спирт лезет с глаза невозможно просто не моргать не смотреть ничего после ночи я просыпаюсь у меня вот вот эта область я чувствую что нужно ее увлажнить потому что очень так вот даже чешется вот именно чешется потому что когда у меня какие-то шелушения появляются у меня начинает чесаться к примеру у меня шелушение там были раньше вот на вот этой области щек там скул и вот здесь вот у меня частенько вот такая вот фигня была из-за этого крем когда я на ночь его наносила нужно было ждать 20 минут чтобы весь спирт выветрился утром просыпаетесь у вас чешется лицо но вот на все лицо я не рекомендую я его использовала на зону декольте на тело на зону декольте это вот такая вещь лучше сделали лосьон такой честно для тела ужасная я не знаю куда смотрели производитель подводя итог могу сказать две вещи вот эти два продукта я не советую вообще то что они где-то там могут подойти можно к ним подстроиться это уже все знаете когда вы приобрели вещь и вы вам жалко выбросить и вам жалко было потраченных денег вы тогда начинаете приспосабливаться но для приобретения именно с какой-то целью я вам не советую это просто гадость это бесполезная гадость насчет вот этих двух продуктов я хочу сказать что это очень неплохие продукты они не делают плохо вашей кожи наоборот она становится как-то увлажнение я могу посоветовать для любого типа кожи там вы уже будете смотреть в какое время года лучше вам пользоваться как я уже говорила для сухой кожи там к примеру летом лучше пользоваться для чувствительной и нормальной кожи может быть осенне весенние периоды вот для жирной кожи комбинированная советую вот на такой вот холодную уже погоду там может быть не зимнюю такую прям в южную но прохладную погоду можно пользоваться вот девчонки такой обзор я надеюсь рассказала все доступно ясно и понятно пишите в комментариях если вы пользовались такими средствами и как они вам мне тоже будет интересно я надеюсь что это видео было полезно вам поэтому всем спасибо за внимание до новых видео и всем пока пока